Всем привет, друзья! С вами Аннет, и добро пожаловать на канал Real Moscow Project. И мы продолжаем гулять по Минску. И сейчас за моей спиной вы видите довольно странное здание футуристичного вида. Это государственная библиотека в городе Минск. Мы пойдем гулять вокруг нее, а также хотим подняться на смотровую площадку. Надеемся, что она сейчас работает. Ну, погнали смотреть! Всем привет! Сегодня мы путешествуем в будущее. Причем даже не в то будущее, в то будущее, которое, простите, похерили в России, но... Но помнят, но все еще строят в Белоруссии. А именно мы находимся возле Национальной библиотеки Белоруссии в городе Минск. Здание... Здание просто поражает своей архитектурой. Тут... Да что я вам говорю, смотрите сами! Но, как мы вам уже говорили, тут бесполезно смотреть что-то это через экран. Это все нужно смотреть, приезжать сюда и смотреть самому. Благо, это более чем подъемно по цене. Напротив мы видим такой здоровенный просторный проспект. Сюда можно добраться на метро. Очень легко. Очень удобно. Дешево. А главное, очень красиво. Здравствуйте, да? Здравствуйте, да? Снова огромная площадь. Снова дофига свободного пространства, дофига воздуха. Все это выглядит... Она... Причем к ней подходишь, она... Действительно, она огромная. И за счет вот этого пространства такое архитектурное решение не давит на мозг. Она абсолютно ничем не скрыта. Она абсолютно просматривает со всех сторон. То есть, это камень в огород. Кто не понял, это камень в огород московским архитекторам, которые стараются почему-то использовать, забить каждый сантиметр квадратной городской площади. Здесь это... Здесь это учтено. Вы можете рассмотреть интересную архитектуру почти со всех сторон. Потому что ее... Если у вас есть интересное архитектурное решение, вы его как-то должны показать, а не пытаться распродавать его площадь. Площадь вокруг него, простите. Сейчас мы погуляем по площади возле библиотеки. Она огромная. Она впечатляет, но при этом она абсолютно не давит на мозг. Впрочем, я это уже говорил. И, как вы знаете... Так, ладно, пока полюбуемся сюда, потом свою проникновенную речь попробую попозже толкнуть. Все. Слушай, это архитект какой-то, наверное, да? Мы решили погулять по зеленой территории вокруг библиотеки, потому что она работает с 12, а сейчас у нас примерно есть час. Возьмите, пожалуйста, дайте. Класс. Можно пойти сначала почитать, а потом заниматься. Не только оздоровить свой мозг, но еще и оздоровить тело. Да. Розочки цветные волосы. Прямо вообще сказка. Попробуем забраться на этот мостик. По-моему, с него должен быть хороший вид на здание библиотеки. Вообще, конечно, зеленая территория вокруг библиотеки поражает. Ну, как и на многих мостах, здесь тоже проводится бракосочетание. И, да, как я и предполагал, очень красивый вид с этого моста. Здесь вокруг есть потрясающие дорожки. Там даже камень какой-то на руке. Смотри. Это тоже какой-то памятник. Что, камень знаний. Гранит науки? Гранит науки. Не исключаю этого, кстати. В этом парке, в сквере, в сквере. Да нет, это, пожалуй, парк. Для сквера он великоват. Здесь все пропитано наукой и знаниями. Вот почему-то здесь атмосфера это очень сильно передает. Очень красочно и ярко. А камушку даже сделана дорожка специально. А чтобы вы могли погрызть этот гранит науки, это, правда, кусок гранита, если что. К нему сделан вот такой подход. Это первый президент в скверке Беларусь. 13-го. Кушайте Беларусь вместе. Пока не выучила. У меня ассоциации со спиралью ДНК и одновременно каким-то за счет этого листа ростком. Но тут, к сожалению, никакой таблички нет. Много-много тут любил шмели. Ой, ты тоже тут нашел шмели? Нет, даже заснял. Какая прелесть. Целая прям толпа трудолюбивых шмелей. Вот опять же, смотрите, здесь у нас библиотека. Там жилой квартал. На каком он расстоянии огромном находится. Вот этот, вот эта стекляшка, это торговый центр. Снова жилой квартал. И который построен таким образом, чтобы не нависать над этой стоянкой и пространством, а как бы получается он построен воронкой вокруг этого пространства, куда, где стоит библиотека. И вот дальше туда мы видим, уходит дорога. Еще одна проезжая часть. Туда дальше. Смотрите, ребят, мы тут решили по пути заехать в Дубай, в Бахрейн, в... в общем, на Ближний Восток. Шутка! Вот, ребят, смотрите, мы попали, мы вошли в этот квартал жилой, вот под эту арку, которую мы вам показывали. И для примера, в районе станции метро улицы Митриевского в Москве тоже есть кварталы жилые с похожей плотностью застройки. То есть вот с такой плотностью. Но у нас здесь прогулочная зона, здесь прогулочная зона с озеленением, там прогулочная зона. То есть он весь пешеходный. А в районе старого косино, в районе метро улицы Митриевского, вот там и вот там проезжая часть с парковками. Хотя плотность сравнимая. Здесь квартал выглядит очень воздушным, очень свободным, очень просторным. Здесь он не завид, он не задыхается. Ну что, Half-Life? Слушай, точно Half-Life? Действительно, посмотри. Ух ты, как красиво. Очень не страшно, так сказать. Когда стемнеет красиво. Будем сидеть на севдозы? Хорошая идея. Люди, которые ездили, подсвечены очень красиво здесь. Да, уже подсвечены очень красиво. Не сломайте, будете идти. Посмотрите, как там красиво с высоты смотрится тоже этот жилой комплекс. О, как вы стеклили. Действительно. Все. Очень. Да, ребят, такое редко где увидишь. Ну, вот туда. Зеленая вот эта зона большая такая за него. Вот этот... Ну что, легче стало? С высоты очень хорошо так смотрится. Да там, кстати, большая бутонная площадка. Здесь гораздо страшнее. Не шатаю, не шатаю. А, я еще вроде вот так качала. А, да, я еще. Левый, по-моему, хорошо. Правый и не хорошо. Ну, я не смогу сидеть здесь. Ну, я не смогу сидеть здесь. И, ребят, чтобы вы понимали, возможность посмотреть на такую панораму города стоит на наши деньги 150 рублей сноса. Я очень грубо округляю, потому что я все еще считаю по довольно высокому невыгодному курсу. Если вам хочется сравнить, если вам интересен порядок цен, то поищите в поисковиках, сколько стоит поход на смотровую площадку на этих. в Москва-сити. Там она и вечная, наверное, раз в два получается. Но, тем не менее, порядок цен все равно может падать. Вот сюда не жалко, как там стоять. Здесь стоит. Здесь он не дочек. Здесь стоит. 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 потому что оно как-то все уж очень выглядит в едином стиле, который мы сделали. Ну вот, друзья, мы с вами побродили вокруг самой библиотеки и попали на смотровую площадку. Цена просто космически дешевая, 5 белорусских рублей, это на российские, если деньги, это примерно там 120-150, вот где-то вот так, в зависимости от курса, так сказать. Ну, несравнимо совершенно с московскими ценами, понятное дело. Вид прекрасный, очень все здорово. Ниже этажом также находится небольшая галерея выставочная. Там проект, значит, фотографии молодых людей, у которых был самый разный там вид рака. И вот они, значит, проходили химиотерапию, проходили лечение, соответственно, потеряли волосы, для них это тоже было трагедией. Но вот этот вот фотопроект, где их красиво отфотографировали профессионально, он им дал как бы некую вторую жизнь, надежду и вообще поднял настроение. Не знаю, когда вы будете здесь, будет ли здесь опять же эта же выставка, но в любом случае, если вы приедете в Минск, обязательно сходите в библиотеку на смотровую площадку. Это очень-очень классно. Такого вы вряд ли где-то еще увидите. Вид оттуда шикарный, но ориентируйтесь разве что на погоду, чтобы погода была все-таки хорошая. Нам с погодой повезло, у нас видно было прям далеко, до самого горизонта. Но бывает, что если там дымка какая-то или еще что-то, естественно, видимость будет хуже гораздо. А с вами была Анна и Саша. Пишите, любите ли вы всякие смотровые площадки и что вы вообще больше любите, смотровые площадки или гулять по городу. Всем пока, увидимся в следующих роликах.